Добрый вечер, дорогие друзья! С вами сегодня Марина Петрова и мы продолжаем наши совместные посадки фиалок из черенка. Они уже достаточно хорошо и сами черенки укоренились и деток дали. Так вот, сейчас я достану их со стеллажа. Посмотрите, уже некоторые требуют пересадки и мы сейчас этим займемся. Так, я покажу сначала, как они все выглядят. Так, это вот сорт тигра. Деток растет очень много, но они еще, конечно же, маленькие. Здесь золотой лев, тоже очень много деточек, но они малы для пересадки. Так, весна. Кусочек листика, верхнюю часть мы с вами сажали. Вот здесь вот одна такая крепенькая деточка растет, но тоже она еще маленькая, поэтому эти листики я обратно поставлю на стеллаж под лампу, пусть они продолжают расти. Дальше детки еще слишком малы. Так, а мы с вами займемся сегодня вот этими. Необходимо уже рассаживать, чтобы и свободу дать вот этим уже крупненьким деточкам, и чтобы они побыстрее у нас зацвели. Так, что мне для этого понадобится? Так, я сразу буду сажать вот эти крупные детки на фитиль. Так, поэтому я приготовила палочки такие с названиями размешивателя. Так, шнур для фитиля, капроновый обычный шнур, который в хозяйственном магазине можно купить. Горшочки восьмерка диаметр сразу посажу в такие. Так, стаканчики для воды с удобрением. Так, ну и, конечно же, грунт. Так, я уже здесь все смешала, подготовила. Здесь у меня в составе грунта верховой торф. Торфа предприятия пельгорское я использую. Перлит, вермикулит, немного древесного угля добавляю для дезинфекции. Так, у грунт влажный, поэтому, в принципе, мне даже не потребуется слегка поливать сверху фиалочки. Так, ну что ж, приступим. Я сейчас аккуратно извлеку из горшочка. Так, название пока мы уберем. Так, если какие-то детки, вот у меня крупненькие, я хочу отсадить, а какие-то хочу еще, чтобы продолжали расти, так, я постараюсь бы их не тревожить. Так, здесь вот эта деточка очень хорошая. Так, я руками аккуратненько, вот так, чтобы случайно не оторвать ее от корней, отделяю. Так, ну корешки придется слегонечко порвать. Ничего страшного. Так, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, здесь вот у меня, смотрите, такая маленькая детка, вроде она с корешочками, но я такие общие внимания как бы не обращаю. Так, здесь вот тоже пасынок уже растет, поэтому мы его уберем, чтобы ничего не мешало розетке хорошо расти. Так, ну вот осталась у меня такая вот деточка с небольшим корешочком. Так, берем горшочек, как обычно я туда вставляю шнур вниз горшка, посмотрите, да, слегка придерживаем, высыпаем немного грунта, помещаем сюда нашу детку. Так, вот корешок, чтобы равномерно распределился, я его так слегка придерживаю, и оставшуюся так аккуратно, чтобы корешки не повредить. И вот так фиксируем, дополняем все образовавшиеся пустоты грунта. Так, сильно утрамбовывать не нужно, чтобы корни дышали, развивались нормально. Так, ну вот все, оно посажено. Так, у меня достаточно влажный получился субстрат, поэтому сверху я дополнительно еще поливать не буду, хотя при желании, можно, если вы не сильно увлажнили, можно и полить. Так, добавляем название, можно слегка вот палочку укрепить, ну, детка сидит достаточно хорошо, крепенько. Самое главное, не заглублять точку роста, потому что фиалки этого крайне не любят. Так, и сразу я ее ставлю на фитиль. Делаю так постоянно, поэтому не боюсь. Кто бы что мне не возражал, но у меня получается так выращивать, поэтому я делаю так, как уже проверила временем. Здесь у меня вода с удобрением. Я использую удобрение тиса, ну, и для небольших растений, молодых, лучше все-таки взять универсальное, потому что мне важно сейчас, чтобы растение нарастило в хорошую розеточку, поэтому из расчета 1 мл на 1,5 литра воды я добавила. Так, больше ничем абсолютно я не пользовалась. Здесь аккуратненько помещаем нашу деточку, молоденькую, в стаканчик на фитиль. Если вдруг фитиль не будет работать, я за ней буду наблюдать, то я полью немного сверху. Но думаю, что все будет нормально. Так, это мы поставим на стеллаж. Так, пусть теперь она дальше продолжает расти. Я обязательно покажу потом, как она будет выглядеть. Давайте посмотрим, что здесь у нас еще осталось. Так, здесь есть еще одна такая, ну, вроде бы большенькая деточка. Так, попробуем сейчас ее отделить мы с корешками. О, хорошо, ко мне отошла. Смотрите, немного она начала вот тянуть листики вверх, потому что ей вот не хватало места. Так, здесь достаточно хорошая корневая. Так, поэтому сейчас мы тоже ее посадим. Так, все проделываем абсолютно то же самое. Так, вставляем шурок. Берем грунт. Так, присаживаем. Так, да, может быть, для этой детки немного горшочек великоват. Но ничего страшного, я думаю, не произойдет. Самое главное, с поливом всегда осторожно быть. Здесь можно воды немного поменьше, стакан наливать, чтобы грунт успевал между поливами просыхать. На фитиле обычно детки быстрее адаптируются. И, как правило, цветение наступает раньше. Так, все. Название. Это у нас сорт весна. Так, поливать сверху тоже не буду. Я уже объяснила, по какой причине. Так, немного в стаканчик набираем воды. Ставим туда горшочек. Так, ну и при необходимости я потом полью дополнительно. Так, тоже отправляется у нас на стеллаж. Так, ну и теперь что делать вот с этим листиком? Да его можно снова посадить. Я даже горшочек для него менять не буду. Обычно тут еще вот кое-что пытается расти. Такие листы обычно дают еще деток. В принципе, если вам больше детки не нужны, то можно лист этот и выбросить. Ну, пока оставим. Просто я хочу показать вам для эксперимента, что произойдет с этим листом. Конечно, он немного может и поболеть. Так, ну мы возвращаем его на место. Так, тоже я налью ему водички. Так, пусть он продолжает себе расти дальше. Так, ну и вот с этой кучкой давайте разберемся. Так, скорее всего, я вот не все детки отсюда возьму. Так как я рассаживаю на фитиль, то мне желательно отобрать крупные. Если, конечно, вы ставите перед собой цель в невероятных размерах размножить какие-то сорта, то можно вот так листья выращивать до бесконечности. И детки все абсолютно без исключения высаживают в стаканчики. Так, посмотрим сейчас, что у нас здесь получилось. Одна. Так, ну, цель-то уж слишком мала. Я не хочу ее брать. Так, вот здесь вот тоже маленькая очень деточка. Хотя, в принципе, все это можно посадить, она будет жить, но мне не нравится ковырять. Так, а вот это вот большая достаточно розеточка. Так, неплохие корешочки здесь. Ее мы можем уже вполне посадить на фитиль. Так, и здесь посмотрим, что у нас еще. Ну, я, наверное, не буду вот оставшиеся отрывать от листа. Пусть они еще немножечко подрастут. Поэтому мы посадим их обратно. Так, я сейчас также здесь добавлю грунт. Маловатые еще они мне для фитиля. Хотя, в принципе, их можно отделить и посадить в обычные стаканчики. Можно даже в обычный грунт. Так, ну, я стараюсь так не практиковать, потому что у меня очень большая коллекция. Мне неудобно следить там за поливом таких растений. С глоксениями очень много не на фитиле полива. Поэтому детки просто, если проследишь, могут погибнуть. Я вернула листочек, да, деточки, пусть подрастает. Мы поставим его на стеллаж. Так, вот эту детку я сейчас посажу также на фитиль. Так, ну, вот эта маловато немножко. Так, ну, мы тоже ее посадим. Ну, ради эксперимента. Так, вот вы видите, да, какой корешок. Какой здесь корешок, какой здесь. Так, я потом в отчете обязательно все покажу. Посажу, чтобы вы видели, как это у меня получается. Даже если что-то не получится, как бы я расстраиваться сильно не буду. Там детки вон еще подрастают. Так. Все аккуратненько присыпаем. Если будут болеть, то такие вот детки можно, конечно, и тепличные им условия создавать. Но думаю, что этого не произойдет. Потому что практика показывает, что они даже с такими небольшими корешками все равно хорошо переносят такую пересадку. Достаточно быстро адаптируется так все. Эту деточку мы посадили. Так. Также сразу на фитиль. Это у нас сорт Дарья. Так. И еще одна. Корешочки у нее поменьше. Посмотрим, будем наблюдать. Так. Также аккуратно. Хоть они вот и небольшие, но вот длинный корешок, как бы и маленькие, и молоденькие растут. Так. Главное, ее не заглубить, потому что самое опасное для фиалки это точку роста закрыть. Тогда она точно уже скниет. Так. Ну вот, все. Детка посажена. Осталось добавить сервисчик с названием. Так. Поставим сразу в стаканчик. Так, ну и будем наблюдать. Я обязательно покажу все результаты этого эксперимента. Так, детки, у меня вот на стеллаже под лампой. Одна лампа. Так, ну вот, все. Пока, дорогие друзья. Если что-то непонятно, есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии. Буду рада помочь вам своим советом. Ну, а мы будем дальше наблюдать за детками, смотреть, как они развиваются. Ну, и ждите отчеты в ближайших выпусках. С вами была Марина Петрова. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok